Приветствую вас благородные рыцари, сиры, сэры и бродяги. С вами Слава и как вы уже догадались, сегодня мы продолжим наше эпичное путешествие по Вестеросу. Ну как продолжим? Сначала мне бы хотелось поквитаться со своими старыми обидчиками. Многие, я думаю, не в курсе, но в модификации A Clash of Kings враги значительно сильнее, нежели чем в обычной игре. И первый враг, которого вы встретите, который как бы обучает новичков, в этой модификации не совсем честный, ибо он в разы сильнее вас. Но я уже совсем не тот человек, каким был раньше, и у меня получилось его победить сразу три раза в подряд. Сражаясь мечом, моей главной ошибкой был неправильный выбор атаки. Бить этого бандита нужно в голову, ударом сверху, потому что шлема у него нет и голова ничем не защищена. Также в этот раз я подобрал наиболее оптимальные настройки на старте. В принципе никаких читерных или просто идеальных настроек истории тут нету. Все очень сбалансировано. Ты получаешь или дополнительные очки характеристик, или очки умений, или дополнительное снаряжение в виде одежды, оружия и коней. В плане тактик прокачки я понял, что эта игра не совсем толерантна к альтернативным подвидам. Ты должен качать силу и оружие ближнего боя, иначе не вывезешь. Дальний бой помойка даже в массовых сражениях, а на аренах так и вовсе не нужен. Также и прокачка через интеллект вам не поможет во время сражений один на один, которые происходят частенько. А во время массовых битв ваши войска как правило слабей войск противника. Так что и там вам придется как-то вывозить на собственном скилле. Потом вы можете начать прокачивать интеллект или харизму. Но в начале только сила и мощный удар с железной кожей. Как видите я настолько сильно набил руку на этом начальном сражении, что у меня даже получилось победить не получая урона. Dark soul style. Изи. Хотя в этой победе маловато смысла. Всего 230 опыта и все. Даже обидно как-то. Далее все по старому сценарию. Отправляемся в Каренхол. В прошлый раз я кстати обнаружил не все интересные точки на холме Воя. Этот пробел также закрыт. Нужно всегда обшаривать территорию до конца, пока не появится вот эта надпись. Ну и далее все по тому же сценарию. Блин, я как будто специально сыграл точно так же, но лучше. На меня напали грабители. Вот оно. То самое испытание, которого мы заслуживаем. Я один со стартовыми предметами и оружием против пятерых врагов. Да, это не 20 рыл, так что шансы хоть и маленькие, но они все же есть. Если я проиграю, у меня обязательно украдут золото. Отберут часть предметов из инвентаря, возьмут в плен и утащат неизвестно куда, подальше от скрабящего городка, до которого мне оставалось всего пару шагов. Короче, победа мне нужна как никогда. И потому я сразу же стал просчитывать различные варианты. Я думал, что не успею добраться до холма в центре карты раньше противника, так что изначально отправился к другому. Мне конечно же повезло, и я все равно успел взобраться на центральный холм раньше врага. Занял высоту и думал, что буду протыкать врагов, пока они ползут наверх. Но, спойлер, мне эта высота вообще никак не поможет. Грабители закидывают меня камнями, обстреливают из лука, и потому я не могу встретить их на склоне. Я вынужден спрятаться за дерево. Враги начинают выбегать по одному. Первый не пробивает меня своими камнями и погибает. Второй тупит. Я, сука, постоянно спотыкаюсь, но все равно побеждаю, оставаясь с фулл хп. Остается еще трое, и с ними уже не все так просто. Они кучкуются, и я даже не знаю, что хуже. Если я буду сражаться с одним, пока остальные меня обстреливают, или если я буду сражаться со всеми. Замес начался. Один из бандитов обошел меня сзади. Я на пределе, на нервах. Все или ничего, сейчас все решится. Я еле-еле победил двух врагов за раз. Из-за постоянных спотыканий сражаться против толпы просто нереально. Как же мне повезло, что последний враг остался охранять дерево. У меня почти не осталось здоровья, но, как ни крути, схватки один на один, он мне не ровня. Победа. Один против пятерых. Теперь эти оборванцы будут знать, кто здесь батя. По итогу сражения я получил кучу опыта, повысил свою известность, и забрал все их снаряжение вместе с двумя сотнями золота. Особенно я им благодарен за отличный щит и новые копья. Ну а остальной хлам я продам в скорбящем городке, куда я и направлялся. За счет полученного золота я смог позволить себе покупку нового копья. Хотя это было достаточно спорным решением. Во-первых, ради него мне пришлось продать свой, очень даже неплохой шлем. Ну а во-вторых, это оружие себя не оправдало. Но об этом позже. Для начала мы отправимся в старомест по поручению Септона. Ну а о вооружении поговорим на арене. Этот квест от Септона оказался таким же обрывочным, как и в Каренхоле. Но я ж гениальный геймдизайнер. Так что я сразу смекнул, что раз это не основная сюжетная линия, значит это задание лишь направляет нас к основному сюжету. И да, в архивах этой цитадели мы получили халявную книгу за 10 голды и получили новое сюжетное задание, в котором нам нужно будет отправиться на поиски редкой и очень ценной книги. Ну что ж, вперед. Да, везет мне на различных недругов. В этот раз враги серьезней. Хорошие, обученные воины. Но я почувствовал силушку и не задумываясь атаковал их. Хотя вроде как выбора у меня и не было, ибо в карманах пусто и откупиться не получится. Я, как и в прошлый раз, прячусь от стрелков за деревом. Дерево, правда, меня подвело своей кривизной и я отхватил 30 урона мимо щита. Выходим из укрытия и... Понимаем, что у нас не было ни единого шанса. Тут уже сразу видно, насколько враг сильней. И все же дешевле было откупиться от них. Судя по тому, что они забрали у меня сотню монет, деньги все же были. После освобождения из плена, я решил набрать в свою армию новобранцев за счет золота, полученного из интересных мест вестероса. Лучше всего набирать добровольцев в деревнях. Один такой воин стоит всего 10 монет. И при этом он сильней различных браконьеров, которых можно нанять внутри замков и деревень. Сильней и дешевле. Но, конечно же, в разы слабей обученных воинов. Я успел собрать всего 6 новобранцев и 2 браконьеров. После чего вновь ввязался в драку. Снова дезертиры и снова неравный бой. Хоть и по численности мы почти равны, 9 наших, включая меня, против 10 арбалетчиков. Как я и говорил, наши воины постоянно будут отставать по силе от вражеских. Тем временем враги засели в нереально выгодном для себя месте. На холме, прямо за речкой. Хуже ситуации просто не придумать. Я захожу в тыл и начинаю отвлекать арбалетчиков. Короткое копье ломается от первого удара. И я по факту остаюсь без щита. Благо двуручное копье за 2000 отлично справляется с броней арбалетчиков. Они начинают отступать в сторону моего, уже полумёртвого войска. Враги, к слову, тут ни разу не глупые. Большинству из них удалось уйти, перегруппироваться за другой рекой и продолжить обстрел. Парочку вражин мне всё же удалось убить. И даже мои воины не были полностью бесполезны. Как минимум одного из них они завалили. Обидно. Ведь так хорошо всё начиналось. Ну а в этой битве мы немного всё же не дожали. Как бы недвусмысленно это прозвучало, но в этой битве мы потеряли свою честь. Ну и куртяк. Честь и куртяк. Кстати да. Я как-то сразу и не заметил, что отправлялись-то мы не совсем туда, куда пришли. Вместо поиска книги я решил сначала выполнить мини-задание с выкупом заложницы. Именно поэтому я так и жмотился. Изначально-то денег у меня было впритык для выкупа. Это потом я нашёл ещё, после того как побывал в плену первый раз. Девушку мы естественно спасаем. Сопровождаем обратно до староместа и наконец-таки возвращаемся на путь истинный. В королевскую гавань. Тут нам нужно поговорить с Малком. Этот персонаж примечателен тем, что он один из трёх судей, который будет судить нас. И да, сейчас немного к сюжету. В этот раз я его озвучивать не буду, потому что... Ну камон, просмотры совсем никакие. Да и к тому же тут ноги переломать можно во время озвучки. В конце этого квеста будет очень наглядный пример гениального диалога. Но погодите, не хочется сбивать таймлайны. Что касается нынешней ситуации. Как я понял со слов Септона, с которым мы говорили в начале, и со слов Малка, с которым мы поговорили сейчас, нас хотят судить за то, что мы ударили человека благородных кровей за пределами его замка. Этим человеком, скорее всего, был тот упырь в самом начале игры. И его многие недолюбливают за скверный характер. Но всё же суд, скорее всего, будет на его стороне. Так что шанс подмазать под себя хоть одного из судей будет не лишним. Но сейчас не до этого. Ведь мы ищем редкую книгу. И Малка отправил нас в Септу. Поговорить со здешним Сиром. А он, в свою очередь, рассказал нам о таинственном месте, в котором люди сходят с ума. Для того, чтобы туда отправиться, нам необходимо взять с собой ещё пару человек. Не знаю, обязательно это условие, или же просто предписание, но я всё же сходил в соседнюю деревню и нанял там как раз двух новобранцев. Возле Кургана нас встретил всего один воин. Это было проще, чем я думал. Справились даже без Куртяка. Кстати, я поздно об этом подумал, но возможно, стоило ещё немного разведать местность. Возможно, где-то там валялся сундук с той самой книгой. Время отмотать мы, к сожалению, не сможем. Так что, вперёд-назад к Малка. Ну и тут начинается то, о чём я говорил. Дичь. У нас появилась новая кнопка, напасть на Септу. И по понятным причинам на неё нажимать не хочется. Я из-за этого очень долго провозился с этим квестом. Если нажать просто войти, то вести диалог с Малка не получится. А если нажать напасть на Септу, то мы переходим в то же самое помещение с тем же самым Малка, но теперь уже с нормальным диалогом о квесте. И да, вот этот гениальный диалог. Да, я могу чем-нибудь помочь? Я ищу Кастильяна, чтобы передать подарок. А, да-да-да, я Яндл. Вот это поворот. Кто вы и чем я могу помочь? Как я могу помочь? Правда? Рассказывайте. Отлично, я сделаю это. Прекрасно. Да, это будет последний большой турнир. Учитывая всё то, что происходит в Эстеросе. Будете в долине Аррен, не забудьте насладиться прекрасными летними днями. Ведь говорят, Дима близко. И ещё, прежде чем вы уйдёте. А, у меня для вас подарок. Я не только самый старый... Ахуен. Эх. Воу, что вы это? Ну, хоть пару слов он кинул напрямую, связанных с этим заданием. Будем считать, что всё, что было до, это секретный код, который означает, что у нас всё охеренно. Этот чувак точно за нас проголосует. Ну, а я тем временем с этого задания апнул девятый левел. Да, в этой игре опыт сыпется изо всех щелей. Конечно же не так сильно, как от массовых сражений, но всё же с миру по нитке и как-то уже до девяточки довязали. Не говоря уже про халявное бабло. В одном из мест я отыскал, как обычно, сундук с предметами, 200 монет, припрятанных в навозе и рядом, в точно такой же куче навоза, ещё полторы тысячи монет. Это всё в одном месте. На одной точке, без единого врага. Имба же, я ж говорил. За счёт этого я сейчас могу себе позволить купить пивоварню. Изучив все ценники, я пришёл к выводу, что пивоварня самая выгодная, учитывая свою стоимость в 2500 монет. Эта пивоварня будет постоянно приносить мне прибыль и хотя бы чуток сможет перекрыть еженедельные расходы на войска. Покупка воинов обходится не так дорого, а вот содержать большое войско – это проблема. Как видите, я уже начал расширять свою армию и сейчас собираюсь отправляться на арену, для того, чтобы потренироваться и заодно посмотреть, насколько много там можно заработать. Заодно поговорим о вооружении, которое очень наглядно именно там можно затестить. Но не сейчас. Думаю, что в этом видео и так было слишком много информации, которую следует как следует переварить. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить, делитесь, чтобы поддержать и ставьте, чтобы не потерять. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова